Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности». Уже завтра в Рязани откроются третьи многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. По инициативе городских властей появится он в одном из густонаселенных районов города – Дашково-Песочни. Подробнее о возможностях центра и особенностях работы говорим с Татьяной Тарасюк. Завтра у нас будет открытие нашего территориального отдела, нового офиса МФЦ. Он располагается на улице Новоселов, дом 33, корпус 2. Все лето активно велись ремонтные работы, оснащение техникой. Мы очень готовились к открытию данного филиала своего. Вы же проводили мониторинг, как работают остальные центры, которые уже созданы и функционируют. Жители с какими просьбами чаще всего обращаются, что их интересует чаще? На территории МФЦ оказывается 147 услуг. Чаще всего с чем обращаются люди? Это, понятное дело, линия Министерства социальной защиты. То есть оформление различных пособий, оформление различных удостоверений. По линии муниципальных услуг – это услуги, связанные с предпринимательством. То есть оформление рекламных конструкций, временных сооружений, оформление иных каких-то документов разрешительного характера. Ну а по линии простых граждан зачастую к нам обращаются с вопросом по приватизации жилых помещений, по постановке на учет детей в детские сады. Принимают ваши сотрудники лично или это в качестве электронного сообщения происходит? Вы знаете, некоторые услуги уже предусмотрены. Электронное взаимодействие, то есть в электронном формате вы имеете возможность подать эти документы. Но это только воспользовавшись единым порталом государственных услуг. То есть это не в понимании граждан наших отправить по электронной почте. Но все-таки наше население больше доверяет личному приходу. Отдать из рук в руки, посмотреть человеку в глаза, спросить что-то на месте, не ждать, пока придет ответ. Конечно. И желательно, чтобы еще получить бумагу, подтверждающую, что документы были переданы в конкретное окно, в конкретный срок его услуга будет оказана. Ну вот сейчас мы уже привыкли к тому, что все-таки через интернет что-то делается быстрее. Мы не видим очередей, мы не нервничаем среди толпы. Мы как-то привыкли, залез на почту, все увидел. Вы бы что посоветовали все-таки, поскольку у вас есть и сотрудники, и интернет? Вы знаете, вот тут, наверное, мало зависит от нас. Тут все-таки большую роль и играет законодательство. То есть все, что предусмотрено, оказание в электронном виде и возможности оказания, оно на территории города Рязани выполнено, сделано. Но это минимальные услуги. То есть там, где не требуется большого пакета документов предоставлять непосредственно. Но мы все понимаем, одно дело запросить информацию путем подачи простого заявления, а другое дело получить разрешение на ту же перепланировку. Вы должны представить проект переустройства, перепланировки. Вместо вас этого никто не сделает. А данный документ имеет достаточно большой формат, и плюс все-таки он должен предоставляться в подлиннике. Но через интернет есть некоторые услуги, которые действительно целесообразнее подавать. Например, сразу примеры. Ну, пример вот очень актуальный. Это сейчас 1 сентября пошла запись в детские сады на следующий год учебный. И вот сейчас мы наблюдаем картину, что недоверяющие интернету стоят в очереди, ну, не совсем комфортно себя чувствуют при этом. Те, кто подал через интернет заявку, они получают услугу намного быстрее. То есть они уже место себе забронировали. Это стопроцентная гарантия. Стопроцентная гарантия. Единственный нюанс подачи документов через интернет, вот в данной услуге, что все равно необходимо обратиться потом в МФЦ и представить документы в подлинниках, и тем самым подтвердить, что ваша заявка реально существует. Интернет-заявку вы можете подтверждать в течение этого года и аж до 28 февраля следующего года. То есть промежуток времени достаточно большой. Вот сейчас огромное количество приезжих, в том числе с Восточной Украины. Может быть, вы столкнулись уже с тем, что люди спрашивают вас о чем-то, пытаются сделать какие-то документы с помощью вашего центра? Опять же, возвращаясь к услуге по детским садам. Все предусмотрели. Наша администрация заранее нас подготовила к таким ситуациям, предупредила, какие документы мы вправе спрашивать с данных граждан, какие документы являются подтверждающими, и они в общем порядке получают услуги. А вот какие-то дни приема, какие-то особенности работы есть, о которых телезрителям лучше знать заранее? Вы знаете, график нашей работы очень достаточно мы подгадали под наших граждан. То есть мы работаем с полдевятого, это с 8.30 ежедневно, до 18.00. По вторникам мы работаем до 20.00. И одна из суббот, это третья суббота месяца, мы работаем с 9 до 13. Как раз вот такой спектр включает тех граждан, которые, ну, зачастую кто-то работает, кто-то не может прийти в рабочий день. Ну, пытаемся охватить всех. Появление третьего центра только в городе. Чем обусловлено? Мы понимаем, что это самый густонаселенный район, один из самых дошковой песочни. На законодательном уровне было установлено требование. На 5 тысяч населения должно быть одно окно многофункционального центра. И поэтому вот сейчас мы подходим к этому нормативу, чтобы спектр оказания услуг был доступен территориально для граждан. Ведь не главное открыть в одном месте, допустим, 100 окон МФЦ. А желательно, чтобы это было еще и территориально доступно для граждан, чтобы они для получения услуг не выезжали. Какие-то службы в связи с открытием подобных центров упразднены? Или просто вот это вместо чего-то? Или это удобнее просто, чтобы люди понимали, что такое вообще МФЦ? Можно ли куда-то еще обратиться? Может быть, где-то это будет быстрее? Может быть, где-то это будет ближе? Вот, чтобы понять. МФЦ – это такое единое окно, где гражданин может получить весь спектр услуг, не выходя за пределы. То есть ему не надо бегать из одного кабинета в другой кабинет, выяснять и уточнять. Все в одном месте. И в части целесообразности отмечу, вы, наверное, из прессы слышали и неоднократно заявлялось о том, что федеральные уровни власти, областные уровни власти, муниципальные, ну, подлежали сокращению определенной численности работников в данных органах, структурах власти. Соответственно, вот процедура приема документов и выдачи документов выведена по некоторым услугам из данных структур и определена для сотрудников МФЦ. С другой стороны, тоже хочу пояснить. Дело в том, что наши сотрудники, оказывающие муниципальные услуги, универсальные. То есть один человек принимает по 52 услугам. Вы понимаете, да, структуры у нас достаточно много. Какая-то минимальная справка нужна, за ней ехать не придется, и вы тут же. Увы, пока мы сейчас не готовы выдавать тут же, но мы над этим работаем, потому что это очень интересное соприкосновение с органами власти. Я правильно понимаю, что даже если мы приехали из района, мы работаем в Рязани или учимся, мы можем обратиться в любой из центров, и как минимум некоторые услуги точно будут оказаны? Действительно. Если услуга предоставляется на территории города Рязани, в некотором случае идет привязка либо к объекту имущества, либо к физическому проживанию здесь. Соответственно, если по какой-то степени вы попадаете, вы будете обслужены у нас. А вот примеры какие-то, какие вопросы точно мы можем решить тут, не отходя от кассы, как говорится? Ну, не отходя от кассы, я могу только, так скажем, рекламировать муниципальные услуги территории города Рязани. Но вот для граждан, проживающих не на территории города Рязани, вы все равно ребенка можете поставить на учет в детский сад. Правильно? То есть вы все равно обращаетесь здесь, потому что вы здесь проживаете. Допустим, если вы собрались оформить, поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вот регистрация рязанская вам будет необходима однозначно. А если вы не живете на территории города Рязани и не подтверждаете это документами, то есть регистрацией, то вы должны встать по месту своего жительства на соответствующий учет. Ну, так много нюансов. Но во всяком случае, в некотором разрезе, допустим, по предпринимательским услугам, главное, чтобы вы оформляли бизнес здесь. Вот у вас здесь какое-то из помещения, которое вы хотите вывеску сделать, соответственно, неважно, гражданин вы Российской Федерации или нет, зарегистрированы ли вы здесь. Для таких консультаций, которые вы сказали, нужны очень квалифицированные специалисты. Пару слов о сотрудниках, которые будут работать в новом центре. Сотрудники, да, действительно, очень сложно вот оказывать определенное количество услуг, разбираться в этих направлениях разные. Соконодательство меняется регулярно. Обязательно, земельно-правовые отношения, имущественные отношения, социальные отношения. Конечно, это очень сложно. Однако, понимаете, у нас приходит курс молодого бойца, я бы так сказала, естественно, вновь пребывающие сотрудники на нашу работу, мы не оставляем их без внимания. И где-то месяц они проходят обучение непосредственно у нас в центре. То есть прежде чем им работать с людьми, они будут подготовлены к этой работе. Во-вторых, мы отдаем определенные критерии при наборе. То есть желательно это лица, имеющие юридическое образование или образование в сфере педагогическое. Общаться с людьми, конечно. Да, психолого-социальное образование. Иногда, вы знаете, даже технические специальности очень хорошо себя показывают, потому что тут не главное какое-то образование получил, а умение обучаемости, запоминание. Ну и, конечно, самое главное, это очень корректное поведение с нашими заявителями. Очень надо быть сдержанным, выдержанным, спокойным. Коллектив у нас устоявшийся. Как говорится, текучки кадров практически не наблюдаются, если только сотрудник не находит себе более высокооплачиваемую работу или как-то карьерный рост, ему хочется что-то, вот они идут обычно в рост. И коллектив практически женский. Вот так еще хочу отдельно сказать, потому что женщины, во-первых, могут в голове удержать достаточно... Миллион вещей. Информации. И могут посочувствовать. В некотором случае доброжелательные относятся к посетителям, и более так могут комфортно себе посетить или чувствовать при этом. Что завтра в полную силу уже начнете работать, или это будет какой-то бонусный день для первых посетителей, или это будет только торжественное открытие? Нет, мы сразу приступаем к работе. И как только отрубят фанфары, наши специалисты сидят в окошечках, и заявители наши могут получить весь спектр услуг, оказываемых на территории МФЦ, по линии муниципальных услуг. По линии государственных, федеральных, над этим мы еще пока работаем, чтобы услуги этих органов были доступнее. Спасибо вам большое. Я думаю, нашим телезрителям было полезно послушать сегодняшнюю информацию. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова